Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня полдня делами занимались с тудым-сюдым, на стрижку, кстати, съездили. Сегодня у меня вообще по планам было отоспаться после вчерашнего раннего подъема, потому что я до двух монтирую влог и всем встал, чтобы поехать за номерами. Отоспаться не получилось, потому что стрижка была на 10. Но, тем не менее, тренировки пропускать нельзя. Шикарная тренировка, я вам скажу, шикарная. Некоторые даже на беговой сейчас в маске. Несмотря на то, что я вроде бы правила соблюдаю, все равно я только сошел с беговой, уже хочу одевать маску. Она такая, плей, скип, типа маску, он all the time, типа все время. Я такой, я как бы и пытаюсь, ну ладно. Сейчас еду в сторону Алины, Дима уехал обратно в Сан-Франциско работать. Не знаю, кто дома, не знаю, кто свободен, надо будет списаться. Почему бы не съездить в Париж-багет? Я вам когда-то показывал одно из самых прикольных заведений, где, типа, продается выпечка, и у них напитки неплохие. А сюда как-то хотел съездить Марк, сделать обзор. Видите, у них Макларены, Ламборгини. О, смотри, можно байпер снять. Смотрите, такая же, как у меня. Это какая-то тоже C300. Видите, у них лакшери, XPTM. Вот, Марк как-то с ними вроде договаривался снять видео. Они даже впускают без очереди. Он справа, видите, Firewings, там люди стоят прям в очереди. И здесь все попроще немного. Они еще классные торты на днюхе делают. Мы у них торты на днюху заказываем. Закрыто здесь сидеть, потому что здесь раньше можно было прикольно посидеть. Но вот все как надо. А, теперь они запаковывают. Раньше оно без пленки было все. Вот вы берете, сходите на кассу и оплачете. Но у них напитки вкусные. Взяли по напитку какая-то новинка. Вроде как вкусно. Но у них когда-то был, я не помню даже, как он называется. Он висел на главной странице. Очень-очень классная штука была. Но они ее уже убрали. Новая новинка. Короче, в общем-то решили, что на улице практически плюс 40. Жара невероятная. Единственное, что можно делать сейчас, это что-то в помещении. Поэтому тут за углом есть мол. Найти там аэрохоккей. Нам, скорее всего, куда-то сюда. Я припарковался ближе к центру мола. Поступила инсайдерская информация, что он закрыт. Как бы уже сколько? Полтора часа. Сейчас я еще на сайте у них посмотрю. Если мы решили поиграть в аэрохоккей, остановить меня не сможет никто. Поэтому мы едем в место, которое сто пудов открыто вечером. Короче, мы раньше, если помните, когда-то ездили на фонтаны. Там сразу и костер вечером красивый делали. И там есть место, где как раз есть аэрохоккей. Потому что вот подумал про аэрохоккей, понял, что без него я жить не могу. Поэтому я думаю, партия в пять мы сыграем. Марк уехал на оффроуд с кем-то. Илюха себе подвернул ногу, ну или сломал, или растянул. Короче, в гипсе ходит. Просто все поголовно заняты. Когда так красиво, здесь как раз дорогие машины паркуются. Я не знаю, это, наверное, как русская барвиха, рублевка, что-то такого. Смотрите, все сидят на фонтан наблюдают. Пальмы светятся. Ресторанчики уже открыли, гуляют. А вечером они зажигают такие, типа, как камины, ну что-то такого. Короче, мангалы. Смотрите, похоже немного на Европу. Смотрите, эти фонарики, торговые центры, магазины. Смотрите, сколько тут всего. И там где-то есть аэрохоккей. Так, у нас есть 30 кредитов. Чисто теоретически это игр 6-7. Но тут есть куча всего другого. По-моему, только вот этот, но этот не очень, потому что это на 4 человека. К сожалению. Сейчас попробуем две гонки. Как я в детстве любил рубиться в эти штуки. Выбираю Lamborghini, Ferrari, все, что хочешь. Готово? О, и погнали. Мы не вытащили мяч. Это было очень обидно. Но я особо и не верю, что я могу вытащить тут что-то, потому что я знаю, что это все обычно такое. Но перед нами только что ушла девочка, которая вытащила мяч и мальчик за ней. Так что, типа, чисто теоретически это возможно. И смотри, и сейчас не схватит. Уперлась, да, уперлась. О, смотри, заземлился. Не, не вытащит ничего. Не схватит. Да ладно! Дотащит, дотащит. Ослабился, как ты мог, я тебе верил. Чисто теоретически, небольшие шансы есть. Черт, как он. Я понял, он слишком сильно наклоняется. Это было реально весело. Я столько лет не был на аттракционах. Несмотря на то, что ничего не вытащили, и по количеству очков, которые мы набрали, короче, если вы были, вы знаете, что есть аттракционы, на которых вы просто набираете вот эти вот эти очки, за которые вы потом покупаете призы. А есть там, где вы кидаете мячи, вот это вот все. Мы больше были потому, что просто, типа, поиграть, а не вот это вот. Но мы еще вернемся, я карточку сохраню как-нибудь потом. Аэрохоккей у них нету на двоих. У них только на четверых. Надо приезжать компанией, потому что там, короче, он такой как квадратный и 4 лунки, поэтому мы вдвоем никак не поиграли. Всегда мяч попадал в какую-то в левую или в правую. Вот, но во все остальное весело поиграли, провели время. Можем ехать обратно. Сколько мы здесь? Час почти были. Здесь красиво, вы посмотрите, как. Вон люди уже сидят, уже разрешили как бы на улице, потому что на улице весь коронавирус уходит вперед. Вон видите, уже сидят, ждут, пока распалят костер. Какой красивый закат. Да я про тебя тоже говорю то же самое. Калинка пошла домой, все, в общем-то, я тоже. Мы завтра хотим поехать в национальный парк, там красиво все дела. Кстати, смотрите, какую штуку мне Алина подарила. Подключил, у меня была D-DAS, кстати, которую она тоже подарила. Но теперь у меня новая с надписью Mercedes. Завтра чисто теоретически я всем должен быть здесь, а мне еще влог монтировать. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня, как я и говорил, мы выдвигаемся типа в мини-путешествие. Изначально мы должны были ехать на вулканы, но не сложилось, поэтому как-нибудь в следующий раз. Поэтому все-таки решили ехать на замок. Есть тут красивый, сколько, час, наверное, полтора ехать. Живописный и красивый замок, который вообще сам по себе винодельня, но сделали они его очень красиво. Помимо этого, там есть одна из достопримечательностей. Это огромная дыра прямо в реке. И если уровень воды достаточный, которая падает просто в никуда. На часах 9 утра едем, заберем Алину и погоним. А вообще, если прямо изначально-изначально мы хотели поехать в национальный парк Есемити. Чтобы вы понимали, это место, которое занесено в национальный список ЮНЕСКО. Потому что там, например, есть точка, в которую вы становитесь и видите сразу, я не помню, сколько говорили, 5-7 водопадов. Всего на территории 12 разных красивых водопадов. Вообще, даже сам по себе один из самых больших, самых красивых национальных парков в мире. Но они, короче, сейчас снова такие из-за коронавируса, потому что там есть какие-то самые популярные тропы, по которым ходят туристы. Для того, чтобы не скапливались туристы, которых там обычно много, они сейчас выдают пропуски онлайн. Если раньше вы просто платили, по-моему, 35 долларов за въезд, то сейчас вы бронируете его онлайн. Чтобы вы понимали, на выходные, вот сегодня суббота, у них все забито на ближайшие пару месяцев. То есть все выходные. Притом, что они выделяют, по-моему, по 200-300 пропусков в день, вы представляете. И с Есемити не получилось, не фартануло. Сейчас забираем малину и повалили. Короче, оказалось досадно, обидно, что в бардачке, как у БМВ, нету прикуривателя. Поэтому я регистратор просто так пока поставил, а потом уже проведу под панелью, потому что я вчера дошел только до Тудова, как засовывать в прикуриватель в бардачок, а там его не оказалось. Вот такой вот прикол получился. Как я вам недавно рассказывал, Калифорния зеленая, только вот зимой, но не летом. Потому что вот как раз летом все настолько пересыхает, что вы смотрите, то, где была трава, сейчас превратилось полностью в сено. Притом, что только июль, еще даже не август. А вот как раз зимой, когда сезон дождей, все потихоньку начинает расцветать, и весной вот реально красиво. Чуть дальше начинаются такие каньончики, вот тут вот река, люди пускают лодки. Такое озеро, люди тоже, видимо, приезжают сюда плавать, вон на Джецке. Вот, а мы немного проехали, нам сейчас надо развернуться. Потому что оно показывало, что нам нужно ехать дальше, хотя я четко помню, я уже здесь был, что оно в другом месте. Но здесь так, живописно. Смотрите, вот усовка, нормально они. По себе это гидроэлектростанция. Вон пишет, что постройка стоила 17 миллионов долларов, и завершено строительство в 1983. Но туристы сюда приезжают не из-за этого. Сейчас посмотрим. Они, по-моему, ее могут включать, выключать, эту дырку. Смотрите, какой уровень воды здесь, и вы сейчас увидите, какой уровень воды там. Уровень воды настолько опустился из-за того, что она испаряется, что, видите, вот та бетонная конструкция. Примечательность мимо, поэтому мы едем, выходит на вторую из трех. Туда ехать 51 минуту, прилично. Мы уже, считайте, на час от дома отъехали. Но потом нам всего будет ехать полтора часа домой, даже меньше. И все-таки есть какой-то толк, потому что ни у кого нет интернета. И когда надо куда-то добраться, она работает без интернета, так что прикольно. Я думаю, вообще бессмысленная штука, потому что в телефоне гораздо прокачивание и навигация. Вы прикиньте, вот такой вот сделают в 2017 году, когда она была выпущена. Как это называется. Но на экранчике показывает еще плюс-минус вменяемо. На этой дороге укачивает всех, полностью всех, пока вы туда даете. Что самое интересное, обратно вы едете по другой дороге. Главное это только доехать туда. Вы посмотрите эти повороты тудым-сюдым. Тудым-сюдым. И вы никак по-другому к этому замку доехать не можете. И вы 30-40 минут вот теняетесь по вот такой вот дороге. Вот. Но зато путь красивый, там винодельни вокруг проезжаете всякие красивые. Но дорога, конечно, такая себе. Хотя другую они сделать не могли, потому что она идет, типа, подстраиваясь под гору. Это долина виноделень. Тут на каждом углу какая-то древняя семейная винодельня. Они ее так называют. И мы, по сути, едем сейчас в замок, который сам по себе и есть винодельня. Там просто можно вокруг прикольно походить, посмотреть. У них есть мини-зоопарк. Но сам по себе это завод по производству вина, в котором вам проводят платные экскурсии, дегустации. До дегустации мы не дойдем, потому что если в Америке вам 21, вы можете выпить бокал вина и все еще сесть за руль. Это считается типа таким. Поэтому для них это суперидеальный вариант, чтобы вы на машине приехали, чуть-чуть выпили и уехали. Притом принесли им прибыль. Поэтому не стыдно и замок построить, чтобы напоить туристов. Наша главная надежда, чтобы он не был закрыт. Резервация нужна. Что, если мы не имели? Да, я извиняюсь, мы нужны резервации, брат. Вы можете плачевать, без резервации. Так, сделай резервацию. Притом, на что нам делать резервацию? На вайн-тейстинг не получится. Мы просто хотели посмотреть. Всем гостям должно быть 21 или больше. Ну, вон, типа замок, видите, красота, все дела. Да, вы должны забронировать тур. И вот это вот все. А так, хотелось вам показать. Если бы у них было, не знаю, забронировать резервацию на нарезочку колбаски. Вот мы бы сразу. И тебе привет. Давай не рассказывай. Это уже знаю. Ага, спасибо. Кто так делает? Кто? Ну, что за село? Сейчас я попробую еще с моим мексиканским бро договориться, но он выглядел жестко. Мексиканский бро сказал, если винчик не глушишь, по-другому никак. Поэтому я посмотрю, есть ли еще здесь какой-то. Но, скорее всего, мы это. Едем дальше. Есть еще 31 минута на машине. Еще одна тоже только по записи, но она там, короче, считается, завоевала премию, типа, интеграции винодельни с искусством. Там, короче, очень много красивых арт-объектов. И хочется ли посмотреть, можно ли просто заехать. И там написано, что reservation required, если вы хотите поесть. Но написано, для всех посетителей, типа, рекомендуется. А рекомендуется не значит обязательно. Значит, возможно, мы можем зайти и посмотреть. С маской совсем, но зайти и посмотреть. Так, вовнутрь не получится. Мы можем походить, только посмотреть. Ну, тут такой замок. Смотрите, видите вдали, какого красивого железного зайца они забабахали. Вообще ж тема, да? И смотрите, вот это архитектурная штука. Не знаю, что это, но выглядит классно. Вот, это уже, видимо, склад начинается. Да, смотрите. Бочки возят, винчик делают. Прикольно. И вот, насколько понимаете, это все. Потому что, чтобы видеть все архитектурное великолепие, вам должно быть 21, чтобы зайти туда. Потому что там наливают вино всем без разбору. Поэтому, если нас, типа, впустят под предлогом того, что мы будем пить живчик или росинку, вот, все равно нам могут случайно налить, а это уже нарушение закона. И вот это вот все, американцы, вы понимаете. Видно не судьба, видно не судьба. Пара-па-ра-ра. Сейчас едем тогда в сам город Напа. Там есть красиво, где погулять, красиво, где посидеть, красиво, где посмотреть. А вон и Заяц, знаменитая здешняя статуя. Смотрите, какие здесь дома красивые. Птичный центр. Там дальше есть набережная. Смотрите, тут люди сидят, наслаждаются. Тут куча всяких прикольных кафешек. Вот, я думаю, здесь где-то мы припаркуемся, погуляем, а потом можно будет и на набережную поехать. Смотрите, как здесь симпатично, однако. Сейчас гуляете, чилите. Тут много кто гуляет? Магазины все пооткрывались. Конечно, в масках нужно заходить, вот это вот все. Но цивилизованный город быстро заканчивается, и вы возвращаетесь в Америку. Те же домики, одна двухэтажная, и те же улицы, на которых пешком до магазина вы, например, не доберетесь, везде нужно ехать на машине. Теперь небольшой, поэтому мы его за сколько? За полчаса обошли. Теперь можно и на набережную. Тут сразу по такому поводу велики в аренду сдают. Смотрите, сделали красиво. Но видно, что все такое фейковое. Вот буквально пару лет только назад его сделали. Но на фоточках в Инстаграм вообще классно выглядит. Речка. Речка, кстати, тоже высохла, сильно ушла вниз, и она уже похожа на какое-то болотце. Но если смотреть туда, реально Прованс. Получается, вышли, откуда проехали. Вон тот центр, а там, я помню, была какая-то еда. Интересно, сколько здесь ловят пьяных водителей, потому что здесь везде, что не пивоварня, а то виноварня. На каждом углу бухните у нас практически так и пишут. Да, мы шли, паблик-маркет. Мы когда-то здесь были. Я, конечно, не помню, какую еду мы здесь брали, но мне кажется, здесь можно что-то найти. Ууу, какая пицца. Выглядит симпатично, с прошута. Пицца оказалась довольно-таки посредственная, как для 25 долларов. И, кстати, на входе все меряют температуру, помимо того, что вы должны быть в маске. Как прикольно, парковки нету, они поставили на аварийки и ушли. Прикольненько. Вот это я только что испугался. Я думал, что нашу машину от Товоли сюда стала другая. Чтобы добить грандиозность нашего мероприятия, мы решили, почему бы еще не сгонять в Сан-Франциско. Туда ехать сколько? Ну вот, 57 минут. Как раз там походим, погуляем. Может, успеем на Твин Пикс на закат. Закат у нас в 8.33. И можно будет спокойно тулить домой. Потому что на Твин Пиксе, вы видите весь город, это смотровая. Но мы посмотрим. Может, уедем раньше, если там ничего делать будет. Может, позже. Вот. Но по Сан-Франциско можно реально походить, погулять. Я не знаю, все места уже, наверное, в Сан-Франциско знают. Десятки раз там был. Можно будет интересно собрать самое интересное и походить по самому интересному. Потому что у нас только 2 часа 23 минуты. Видите, у нас была куча планов и замок, и вот эта вот штука в воде. А все закрыто. Как бы плохо прорисован навигатор не был, он дает очень хорошую информацию. Но я имею в виду очень понятно. Когда я ввожу на телефоне, мне нужно куда-то сюда смотреть. А здесь, смотрите, прям здесь вот. У меня показывают, в какой линии я должен быть. Показывают, через сколько. Идет как бы обратный отсчет, через сколько мне поворачивать. Прямо буквально по секундам. Сразу же здесь показывают, куда мне нужно свернуть. И здесь вот в увеличенном, если вы куда-то едете, оно показывает поворот. То есть здесь основная навигация, здесь поворот. Потом оно снова перемещается на весь экран. Короче, если вот это плохо прорисовано, тут уже адекватно. Сан-Франциско. Вот тут вот я вам говорю, вот если кто водил в Киеве, там в Москве, где все как попало без поворотников ездят. Вот Сан-Франциско идентично. Они не умеют ездить вообще. Что самое интересное, в разных городах отличается культура по разному вождению. Вот Сан-Франциско, Лос-Анджелес, это вот города, в которых мало площади. Города, в которых слишком много машин на квадратный метр. И они все как попало все время ездят. Как попало, подрезают, объезжают. Здесь красиво, даже очень. Едешь и наслаждаешься, аж глазу приятно. У-у-у, аж звук города чувствуется. Звук города, красота. Вот это, по-моему, банкин. О, прикольно, у них на картах рисуются здания в небоскребах. Прикольно. От центра, и вот это вот начинается другая часть Сан-Франциско, в котором бездомные старые машины, побитые жизнью. Потому что если вы едете в центре, там только классные машины, а только все вот это. А только отъезжаете, относительно недалеко. Сан-Франциско очень делится по району. Вы посмотрите, вот этот мусор, блошиные рынки. Куча людей сидят, колются прямо на улице. Две разных стороны Сан-Франциско. Вы посмотрите, не выключая камеру, заехали за угол. Здесь красота, потому что мы уже рядом с Чайна Тауном. Здесь уже красиво, здесь уже цивилизовано, здесь прикольно. Вон, видите, сразу стукнулись. Я вам говорю, здесь просто на каждом углу. Видите, и вот как мне, здесь только такси. Я не могу на эту линию, типа, вообще легально заезжать. Но он включил аварийку и ушел в Сан-Франциско. И это мы в Сан-Франциско 15 минут. Я знаю, что у них такие дороги. Просто каждый раз поражает. Вот мы въезжаем уже в более... Затолбали. Как они водят. Хотим на вон ту вот Бизанскую башню пойти, потому что никто там никогда не был. Интересно, что это такое само по себе. Вон, видите, оно как бы возвышается над всем Сан-Франциско. Смотрите, все Сан-Франциско видно. Я вижу, он классный. Это вот на ту сторону. Вот там вот чуть-чуть видно Алькатрас. Вон он. И за вот этим деревом идет у нас Голденгейт. Еще прикол, что здесь никто из них не может парковаться, кроме тех, у кого есть разрешение типа A. Это вон тот Лексус и вот этот Ауди. А, и вон еще одна Ауди. Больше никто. И я так на видном стою, что мне могут либо сразу штраф хорошо вписать, либо эвакуировать. Поэтому надо зашевелиться быстро. А вот и типа здешняя Пизанская башня. Ну, в смысле, она выглядела поприкольней. И она, видите, она цельная. Во-первых, здесь закрыта. Во-вторых, она цельная. А, я думаю, когда не было карантина, это была смотровой сверху. А сейчас вот так вот. Я вспомнил, Димаш в Сан-Франциско. Можно с Диму навестить. Он у дяди в доме в каком-то из вот этих. Вот он, по идее, должен быть вообще рядом. Мы же с центра выехали. Холмы начинаются. Смотрите, подписчик в первый раз именно, который подошел, сказал, я тебя узнал, встретил вот здесь. Только уже снизу мы стояли, фоткались, смотрели. Смотрите, как красиво. А тут живут люди. А теперь Калинки-малинки решил показать морских котиков. Все-таки есть один плюс у карантина. Людей не так уж много. О, на электроскете поехал. Буквально час назад мы были там. Котики уплыли в отпуск. Вон только два валяются. Только застраховал машину от вандализма, а ее даже никто не стукнул. Это же Сан-Франциско, они должны были. Еще три часа до заката. Алина ни разу не была в Пресидио. Я вам показывал это, короче. Они его называют Museum of Fine Arts. Типа музей искусств, всякого такого. Вот. Я уже, по-моему, раз или два во влоге показывал. Мы даже с Вовой как-то на скейтах там катались. Точнее, это Place of Fine Arts. А вот это вот все место как бы называется Пресидио. Потому что оно идет комплексом, как с парком, со всем. И мы с Вовой, помните, еще заехали как-то давным-давно. Но это, если еще старые подписчики помнят, заехали на скейтах в парк. Оказалось, что там дикие полусобака-полуволки. Я не помню, как они называются. Ну, типа как гиены водятся. И мы такие, упс. Потому что мы слышали какие-то, как кто-то был. Мы, конечно, в сезон сюда попали. В Сан-Франциско другой климат, прибережный. Вот сейчас как раз все расцветает. Красиво, смотрите как. Много людей приехали фоткаться, типа как выпускники, потому что многих не было. И здесь можно красивые фотки сделать. Смотрите, вот так сидите, наслаждаетесь, воздухом дышите. И мечтаете купить здесь дом. Потому что мы с вами сейчас посмотрим на определенном сайте, сколько здесь стоят дома. Тот вот дальний дом. Один из них, они все очень похожи. Продается за 3 миллиона 870 тысяч долларов. Я думаю, можно скосить 3 800 получится. В любом случае, это как минимум 3 миллиона. А, вот тот вот, желтенький. Значит, у него 2 ванных, 3 комнаты. 2800 square feet. Это, короче, квадратных метров 250. Вот вам из Сан-Франциско. Смотрите, как красиво. Сегодня еще такой чуть-чуть туман. Фирменный сан-францисковский. Выглядит, конечно, классно. Кстати, что самое интересное, это концерт-холл. Прямо вот здесь вот. И примерно год назад здесь выступала Лобода. Тут, короче, приезжают все. Шнуров здесь выступал, когда приезжал. Все звезды, которые приезжают, выступают в основном здесь. Потому что он как раз не сильно прям огромный. Потому что вот это вот все кажется огромным. И тут какая-то часть под музей от Хапана. В общем-то, они как-то его распределили по частям. И сам по себе он небольшой. Потому что все-таки нужно понимать, что Америка, не Россия. Здесь не придет. Типа как Олимпийский огромный стадион. Здесь так, несколько сотен тысяч, может тысяча. Вот, поэтому тут как раз средний размер. Вы приезжаете в такое классное место и сразу концерт здесь. Не везет сегодня на контент. Я надеялся, что хотя бы кто-нибудь, не знаю, форточку разобьет. Четыре колеса пробьет в багажник, вмажется. Это классная прибережная зона. И мы сейчас едем на пляж, с которого будет видно полностью золотой мост. Безграничный океан. Солнце. Единственный, единственный минус Сан-Франциско, можно сказать, это холодно. Вот сейчас июль, на дворе 15 градусов. Не купается никто. Да и в целом в Сан-Франциско ледяной залив. Досадный факт. Там мы ни одной парковки не нашли. Все забито. Тут вот есть еще один пляж, чуть дальше, потому что тот самый первый, самый популярный и все прочее. Вот где-то сейчас, вон за вот этим вот забором, нужно объехать, будет еще один пляж. Туда идут только азиаты. Видимо, потому что он называется China Beach. Никакого расизма, такое название. Тут же пляж, тот же вид на Сан-Франциско, тот же песок, просто нужно спуститься ниже. И с кучей свободных мест. Некоторые психи реально пошли плавать. В основном дети и вон, два взрослых. Все, кто плавает, потому что вода реально ледяная, по-другому не объяснить. Но вид классный. Парень понял, что несмотря на красивый вид со скалы, он ничего не словил. И не словит здесь. Побежал, побежал. Насмотрелись, нагулялись. Кстати, классно устроено, как они распределяют площадь, которую они могут продать под постройку, как нет. То есть нет ни одного дома прямо на берегу, потому что это считается для всех. А вот если вы уже хотите чуть дальше вон сверху, то всегда пожалуйста. То есть нет ни одного пляжа, где прям бы домик стоял вот прямо на берегу, присвоенный сам себе, потому что пляж общий. А если вы уже хотите там поближе к пляжу, то естественно платите больше денег, покупайте землю и строите сверху. Смотрите, а вот и штрафы выписывают на номера. Мы встали на парковке, а там парковаться нельзя. Уй, сейчас плохо кому-то достанется, смотрите. Особенно вот этому. Этот уже давно здесь стоит. Парень просто на грани был, уезжает, пока этот выписывает тому штраф. Охранник, кстати, тоже красава. Он парень не успел, и он просто взял его, пропустил. Не начал ничего я снять, это вот все. Парень уезжает, уезжает, молодец. Остались еще добрые охранники. Ехать 18 минут. И мы как бы уже будем на около закате, скажем так. Франциско, а дороги не научились делать до сих пор. Яма на яме, яма на яме. Вот вы посмотрите, что вот это вот. Я могу там колесо просто оставить наехав. Классные номера. Во-первых, это Астон Мартин, DB9. Во-вторых, у него кастомные номера IM Bond. Типа он Джеймс Бонд. Классно. А куда нам здесь съезжать с полицейскими? Поперли. А-а-а, рычит. Я так не могу, у меня выхлопа нету. Мотопедрист влез. Тупо помешал нам со Стан Мартином. Ну, я бы не догнал естественно, просто помешал нам со Стан Мартином тусоваться. Кстати, он походу едет туда же, куда и мы. Поворачивает туда же, куда и мы. Ну, давай, едь, едь, едь. Молодец. Показал Астан Мартину класс. Он одобрил. Говорит, моя ему тоже понравилась. Ну, это я так, по глазам увидел. Вот. А вот уже начинается видок на Сан-Фран. Капец, у Алины хоть кофта есть. Я ничего не взял. Видон, смотрите, уже почти закат. Холодно, пробежечка наверх. Сейчас теплее станет. И города загораются. Я думаю, это будет того стоить. Если поставить там 3 минуты. И плюс это утомительно. Вот, можно туда дойти. Мы дошли, конечно. Но тут такой ветер, что мне кажется, мы, во-первых, до заката не досидим здесь. А во-вторых, мне кажется, я вообще назад не дойду. Мы валим. Это ведь не сопоставим с холодом, который вы испытываете. Я помню еще с прошлого раза, что вы умираете от холода. Но там вот солнышко светит еще нормально. Здесь я забыл, насколько холодно. Потому что это одна из самых высоких точек Сан-Франциско. Смотрите. Она даже выше. Незаботливые американцы. Кто-то забыл ключи. Они на карабин прицепили и оставили. Будут искать, найдут здесь. Молодцы. Кто меня заставлял говорить, мы здесь 40 минут. Подождем пока закат. Красиво видно город. Все дела. В машине знаете, так хорошо. И последняя точка перед тем, как мы едем домой. Мы поедем, возьмем робо-кофе. Потому что реально очень-очень холодно. И счастливо поедем домой. Честная новость. Во-первых, что-то у них не пошло. Они были, открывали кучу точек. И сейчас закрыли, выходят все, которые были в Сан-Франциско. Они теперь оставили одну, которая в аэропорту Сан-Хосе. Одна в аэропорту Сан-Франциско. У них были точки прям в центре, в центре. Они очень хорошо шли. Что-то не получилось. Они начали открывать новые форматы. Новое все. Было штук 5. А сейчас все. Накрылись. Я сегодня открывал люк. И распространенная проблема в Мерседесах. Когда открывается клипс. Алина говорит, на ее Мерседесе чинили такое. И вы начинаете ехать и слышать звук. Слушайте. Во, ветер пошел гулять. Видите, постояли бы мы еще, было бы прикольно. И ценой. Но мы не выстояли. Эта штука раздражает. Единственный Starbucks, который работает в Сан-Франциско до 10 часов. Мы еще тогда с Вовой, я помню, когда здесь кружляли и гуляли. Еще тогда на скейте ехали именно сюда, потому что это единственный в Сан-Франциско, который не закрывается в 6. Реально, смотрите, сломалась вот эта вот пластиковая штука. Вот кусочек. А все почему? Потому что Мерседес делает крышу наверх, а не как нормальные люди внутрь кабины. И там еще один кусок. Что я даже соблюдал условия по эксплуатации. Не ехал больше 50-60 миль в час на ней. Ну, с открытым люком. Все было по феншую. Но я собрал запчасти, я думаю... Хотя она, наверное, отлетела уже где-то по дороге. Ну, короче, я не знаю. Посмотрим. Если что, приклею. И, в общем-то, кофе. Вот как раз уже и темнеет. И поедем домой. Двойной душой и сломанной машиной едем домой. Не дай бог ты сейчас ветер будешь дуть. Я тебе говорю. Входу и нет. Может, она не сильно поломалась. Потому что вы послушайте. Я убрал те пластики, которые, возможно, не давали ему полностью закрыться. И звук пропал. На какой бы скорости я ни ехал. Давайте попробуем. 100 километров в час. Звука нету. Снижаемся. Сопротивление воздуха идет. А звука все равно нет. Блинчик, мы починили машину. Вот, Джулия. Вот ту самую, которую я смотрел к покупке. Смотрите. Ааа, ушла. Нет, она догнала. Тоже выпендривается. Мы сегодня проехали очень много. А заправился я еще вчера. То есть мы еще на этом баке. Сегодня домой доехали. Мы уже возле дома. Все, закинула Алину домой. Можно ехать домой. Высыпаться. Потому что влог выгрузил вчера. Следующий буду делать завтра выгружать. А сегодня, так сказать, пробел. Как раз выспаться. Вот я и дома. Надеюсь, вам понравился этот влог. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока.